Дорогой Раф, у меня тоже вопрос про этот пример с котами. Не очень понятен он. Тут как будто бы в этом примере вообще нет возможности на них повлиять, на этих котов. Никак. То есть как будто только творец может что-то сделать, но представить себе, что что-то произойдет, что они не побегут за мышами, этот внутренний кот мой. Конечно. Но. А как, что мы можем сделать, чтобы этот внутренний кот не побежал за мышами? Это только если творец поменяет. Тогда у нас будет другая природа. А как вообще попросить его, что сделать, чтобы всегда ты видишь власть этого злого начала над собой? Вот когда ты точно захочешь поменять эту власть эгоизма на другую власть, тогда ты сможешь обратиться к Творцу. Ты найдешь слова, как обратиться к Творцу, чтобы он тебя услышал. И Творец поймет, что ты просишь действительно из-за настоящего своего желания, из-за коротера. Творца. 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 Продолжение следует...